МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все было очень просто с одной стороны, да. Но я просто каким-то, вот бывает, футбольное чутье, хоккейное чутье. Игра была в зоне канадца, в углу площадки. Вот. Там хорошо сыграют Шадрин. Он сделал вот там заворота по ворту передачи Якошева. А Сашка просто феноменально сориентировался. И я, наверное, слабая. Вот. Я увидел, что защитники все смотрят на Якошева. И я открылся вот на это свободное место. И Сашка увидел это и сделал мне вот такую гиананамию мимо вортаря. А Драйден даже в углу ставил там, вот, в ближнем, да. И у меня было приблизительно вот такое пространство пустое. Ну, я ее просто бросил и все. Отец у меня был заместитель министра химической промышленности. Мать, врач, терапевт. Владимир Александрович, естественно. И мама? Тамара Николаевна. И работали они по своей, так сказать, специальности, если можно так сказать. Мать-то точно, а отец возглавлял министерство. Ко мне ходил репетитор по музыке там. В общем, все было у меня. Но, правда, репетитора я ждал на дереве. Залез на них и говорит, а, идет. Я быстрее. Мне было очень мало лет, 12 всего, когда у меня умер отец. Но у меня есть еще брат. Вот, он на 7 лет моложе меня. И, в общем-то, мать не могла разорваться на двоих. И она, как старше у меня, более-менее не трогала, там, уроки эти не проверяла. И я был свободен. Ну, а я уже сказал, то, что я любил двигаться. Вот, я говорю, мам, там, купи мне коньки с гаги эти. И вот так я стал играть в хоккей. У меня вообще мать была, мудрая женщина. Она говорила мне, Жень, не забываешь школу? А так, делай то, что делаешь. А это когда стали платить деньги, я приносил, она, это, говорит, твои заработанные деньги. Ну, там 60 рублей по тем временам было. Закономика, наверное, заключалась в том, что я был небольшой рост. Потому что у меня в основном резные травмы на лице. В то время же, как они называются, визоры, их не было. А я очень резкий был и на скорости убирал, а соперник хотел меня достать. И он промахивался мимо меня, мимо моей клюшки и по лицу. Очень много. У меня давно все здесь. Сейчас со старостью, незаметно. А раньше, вот, плюс зубы, то же самое. Где не защищены места. Вот у меня, как ни странно, у многих мениски были. У многих мениски. У меня не было. Абсолютно спокойно. Он говорит, да, ребят, не унывайте, Господи боже мой. Мы проигрываем, мы же не дворовой команде, а лучшим игрокам, как считается, он подчеркнул, как считается, мирового хоккея. Он умел это, он умел. Михайлович отличный психолог. И он знал, как влиять на ребят. И вот он нашел эти слова. Мы вышли, как были. Ну, а действительно, ну, кому мы проигрываем? Не юниорам, тем, которые мне и старшину там травму нанесли, а лучшим игрокам НХЛ. Ну и что? Ну, проиграем. Никто нас не осудит за это. Даже при том режиме. Вот. И стали играть в свой хоккей. Вот. Скорость, пас, передачи сплошные. А они растерялись. А они, кстати, я подчеркнул, они немножко расслабились. Думали, это игра им легко даст. Вот сколько мы играли с Чернышевым и Тарасовым, особенно Тарасовым. Тарасов все время передергивал, кричал, оскорблял нас. А это нас не возбуждало, а раздражало. Вот. С Бобровым этого не было. А именно вот я так думаю уже спустя сколько лет, что вот этот элемент, элемент не раздражения, а просто вот какие-то слова, которые я вот сказал, вот это нам надо было. А Чернышев с Тарасовым не смогли бы. Особенно Чернышевым смог, а Тарасов вряд ли бы. Я ехал с гражданским паспортом в военкомат. Уже все сдаваться в армию. Это еще было, да, после «Локомотива». Меня пригласил в «Спартак», «ЦСК» и «Динамо». Три команды. Я думал, думал, а там как раз Локтев закончил. И Тарасовым, вот, вместо него будешь играть. Ну, я поверил и поехал. Потом в трамвай едем. Я не помню сейчас фамилию офицеров, у них там работал в клубе. Мы едем, и я так задумался, и потом. Я говорю, вы знаете, я сейчас посмотрел, я паспорт дома забыл. А уже остановки две проехали. Вот, он говорит, ну, давай срочно домой, бери паспорт. Я домой с песней, и больше они меня не увидели. Если бы Тарасов не увел команду, не увел команду с площадки, что дало нам, «Спартаковцам», дало просто отдохнуть. Мы катались по площадочке, кто на лавочке сидел. Вот, а армейцы были и так на нервах. Ведь тоже уставшие. Вот, и когда началась концовка игры, вот, мы уже чувствовались свежо довольно-таки. Ну, армейцы тоже неплохо. Но уже, в общем, как стадо сценария матча, так он и продолжился. Вот, для Тарасова, он знал, после первого поражения, он знал еще другое. И очень хорошо знал, что еще команда, которая может обыграть, это тот же «Спартак». И он видел, он специалист неплохой был, что там говорить, он разбирался в игроках. И он видел потенциал «Спартака», который набрал «Бобров». И, конечно, он побаивался его. Вот поэтому он на всю катушку свою армию записывал. Учащенный пульс. Вот сердце условно бьется 90-е. Щелчок. И оно молотит там под 200 ударов. И самое интересное, ты дышишь, а воздуха не чувствуешь. Бегу в лесу, ну, подготовку сезона. Измайловский парк, прекрасное место. Бегу, все нормально, средненьким темпем, не форсируя ничего. Вдруг, а! И у меня началось. А я бы уже знал, началось. В 72-м году я с этой парасексуальной кардией забил первый гол канавца. Все знали, и даже ФРГ знали. Я пошел, просто набрался наглости, уже не советской, нашего врача и руководителя делегации. «Вы отвезите меня в клинику, где вот такие вещи происходят». Меня отвезли. Ну, там тоже сделали то, что нужно, они, врачи. И говорит, вставай, парень. Я говорю, ну, а дальше можно мне играть? Да хоть сколько. Потому что у меня патологии никакой сердечной не было. Никакой. Вот, давай, парень, иди играй. Только единственное запомни. Если приступ во время игры, да, то постарайся больше в этом матче не участвовать. Овчаков. Потом, когда время прошло, я уже все там отслужил, то, что положено. Он мне сказал, Жень, наивный ты был. А я там писал туда, туда, что документация медицинская, все, что меня выявят, а своих на самом деле не берут. Он так сочувствовал со мной. Говорит, ты знаешь, Жень, мы могли в то время взять самого, ну, безногого, и не взять самого здорового. Вот какие у нас полномочия были. Указ Леонида Ильича Брежнева. Всех, то есть актеров, у многих были отсрочки, так называемые отсрочки. Ну, людей, которые нужны, так сказать, обществу, на которых ходят, смотрят, в том числе и спортсмены. Вот. И был один день, потому что, как нам объяснили, нехватка в армии, вот, нужно усилить армию. Ну, это усилили нами всеми. Карпуни всегда Наполеонов был. Вот. А Спартак чемпион. Зачем ему, Зимин? Конфликт еще. Я с ним смешно говорю. Николай, возьмите меня в команду. Бесплатно. Я вот пройду прессезонку, все пройду, да, до начала сезона. И тогда вы определите, какой я по характеру, капризный, не капризный, так сказать. У меня владелец, такие грешки. Вот. И тогда вы определите и скажете, я на вас никакой обиды бить, не меть не буду. Он, да я-то-то-то-то-то, и ни да, ни нет. Ну, друг, звонок, Тузик Игорь Николаевич, мой любимый тренер. Вот. Жень, ты не хотел бы еще поиграть? Я говорю, с удовольствием. Ну, в крыльях советую. Я говорю, принимаю. Мы сразу с ним договорились, без всяких-то. Вот. Я говорю, ну, давайте, Игорь Николаевич, не будем загадывать вперед, потому что я все-таки по форму-то потерял. Дайте мне на раскачку. И, в общем, он дал мне на раскачку, чтобы войти. И в итоге, как благодарный, что ли, ему, я в финальном матче за Кубок Европейских чемпионов Дукли забросил две шайбы. И мы выиграли Кубок Крылья. Впервые в истории выиграла Кубок Европейских чемпионов. Больше они никогда не выигрывали. Вот. Вот. Тарас меня расслабал даже после этой игры. Игра была в ЦИСК. Он смотрел. У меня в Канаде открылся аппендицит. Очень заболел желудок. А Олег Марк Белоховский, старцы ему не знаю, он очень такой был аккуратный врач. И он болит живот, надо, значит, проверить. И, в общем-то, может быть, может быть, даже, я предполагаю, что он спас меня жизнь, не поставив на игру. Потому что боли не проходили. И меня сразу в госпитале. Я просился, но уже тут Олег Маркович, полковник Белоховский, настоял, я говорю, тренером, если я не ошибаюсь, он говорил, вот пишите письменную расписку, чтобы вы берете ответственность на себя. Или я, так сказать, этого сделать не буду. Я не могу выпустить землина. Канадцы потеряли шайбу. Приблизительно в средней зоне. Защитник пошел меня атаковать. И вот здесь я свой фирменный прием. О чем, кстати, перед игрой говорил Северный Михайлович Балтой. Вы замахните, что бросаете, да, а сами в паузу, и на паузу обыгрываете. И я вот сделал это. Защитник, как вот масло, уехал в сторону, куда я показал, что я брошу, да, уехал. Я вышел один на один. То же самое сделал с Драйденом. И Драйден уехал, и я в пустые ворота забил. Бориса Майорова слова. Никогда, ни тебе, никому не говорил. Ну, сейчас я тебе скажу, что в твои 60-летие рюмочку подняли, налил. И то, что ты, пожалуй, был одним из лучших правоохранников во всем Советском Союзе. Может быть, еще он добавил, вот Локтев, он номер один был. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok